Ты фантазёрка, любишь море? Я всё люблю. А больше всего я люблю тебя, мою сестрёнку Вереньку. Словами героини Александра Куприна в эти дни говорят девятиклассники 15-й гимназии. Лера Казанцева исполняет роль Анны Фриеси. Её одноклассница играет Веру Шейну. Репетиции самого томительного рассказа о любви проходят каждый день. Ведь произведение непростое, нужно понять замысел автора и правильно подать его зрителю. Мы можем проявить себя как актёры, может кто-то дальше пойдёт в этом же направлении. Ты вживаешься в роль, сам прочувствуешь то, что написано в рассказе. Такую цель и преследовал президент, когда четыре года назад давал поручение Миноборнауки России сформировать национальный список книг. В него входят сто произведений, которые должен знать каждый выпускник школы. Директор 15-й гимназии решила, интерес к книгам вызовут в спектакли. Из этого списка, из ста книг каждый класс выбрал себе по одному произведению в зависимости от возрастной группы. И делают небольшую театральную постановку. И перед тем, как делать эту театральную постановку, каждый класс выпустил свою афишу. Это такой необыкновенный серпантин выбранных произведений. И я думаю, что детям это будет очень интересно. И свято верю в то, что это станет основным толчком для чтения книг. Театральный фестиваль открыли самые маленькие школьники. Первоклассники показали сценки из произведений Божова, Драгунского, Носова и Успенского. В мини-спектакле был задействован каждый ученик. Особая роль у родителей и педагогов, которые вместе с юными актерами разучивали тексты, искали костюмы и делали декорации. Когда дети учили, тренировались, репетировали, когда мы смотрели мультфильмы, когда мы читали эту книгу, конечно, дети очень заинтересовались. И я так думаю, что на этом мы не остановимся и будем читать, конечно, и следующие произведения. Впереди еще много театральных постановок. На школьной сцене будут представлены «Алые паруса», «Как закалялась сталь», «Азорь здесь тихий» и многие другие повести и романы. Оценивают выступления жюри и зрители. Свои голоса в пользу той или иной постановки оставляют учащиеся параллельных классов, родители и приглашенные гости. Итоги театрального фестиваля подведут 24 декабря.